Снова здрасте, меня зовут Володя, и сегодня новое видео. Вперед! Каждый из нас, видеооператоров, стремится так или иначе приблизиться к той самой киношной картинке разными способами. Мы меняем камеры, меняем объективы, творческие насадки, какие-то спецэффекты в программах постобработки. Но на самом деле кино начинается с чего? Классическое кино снималось, конечно же, на пленку. У нас безжизненные матрицы, которые состоят из монохромных пикселей и раскрашиваются только байеровской структурой. Совсем другое – это пленка. И в этом ролике я хочу поговорить о том, с чего начинает любой оператор, кинооператор, видеограф. Ну, должен, по крайней мере, начинать. О фотографии. Даже больше скажу – о пленочной фотографии. Давным-давно, в свои университетские годы, я, конечно же, как и любой парень, интересующийся съемкой, увлекался фотографией. И первые мои шаги были, естественно, на поприще пленочных мыльниц. До наших времен, в той эпохе, дошла одна из камер, мыльничка, о которой я сейчас хочу вам рассказать. И о том, что она может и как она снимает с примерами кадров. Конечно же, хочу обратить ваше внимание, что любому человеку, снимающему видео, не стоит забывать о своих истоках. О том, что сначала кадр был статичный, а потом он начал двигаться. И научиться ловить красоту каких-то сюжетов окружающих вас именно в статике. В статике тоже есть определенная красота, которая дальше перерождается в динамику и появляется кино. Итак, сегодняшний участник моего обзора это... Это маленькая камерка. Прошу прощения за звук. Это маленькая камерка от бренда под названием Olympus. Конечно же, это японский производитель. Вот такая вот у меня есть камерка серебристо-золотистого цвета. Называется она Olympus Mew 2. И снимает она на стандартную 35-мм пленку. В принципе, эта камера в point-shoot нажал и сфотографировал. То есть обычная мыльничка, которая позволяет, не задумываясь, получать классные кадры. Но основное ее преимущество – это классный светосильный объектив с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой 2.8. Также наличие стоит вспышка. Да, и по сути все. Есть еще вот такая вот крышка, которая позволяет вбивать сюда даты. И кнопочка регулировки вспышки. Ее можно включить, отключить, включить защиту от красных глаз, включить медленную синхронизацию. Все. Ничего мы здесь больше менять не можем. Остальные настройки нам здесь недоступны. И я хочу вам рассказать, как же получить классную картинку, имея такой ограниченный функционал. На самом деле нам достаточно всего лишь научиться отключать фото вспышку. По умолчанию камеры такого форм-фактора предназначены для получения просто четкого изображения. И, как правило, даже в солнечный день эта камера использует встроенную вспышку. Для компенсации уровня освещения от вспышки закрывается диафрагма. Поэтому, если вы снимаете в полностью автоматическом режиме с помощью этой камеры, то вы будете получать очень большую глубину резко изображаемого пространства. Из-за того, что уменьшается диафрагма, растет диафрагменное число, вспышка, все, вы получаете плоскую картинку обычную, как на телефон. Единственное, что с пленочным зерном. А отключая вспышку, вы, конечно же, можете уже задействовать все возможности фотоаппарата, линзы фотоаппарата. Тогда он будет пытаться открыть объектив как можно сильнее, и вы получите ту самую скромную диафрагму, которая позволит вам получить вот на такой маленькой камерке офигенное боке. Да-да, несмотря на то, что эта мыльничка очень-очень компактная, она помещается в любой карман, она легкая, ничего не весит, ее достаточно повесить на шею, и она везде с вами. Вы получаете классный фотоаппарат с диафрагмой 2.8 и фокусным расстоянием 35 мм. То есть это классическое фокусное расстояние, которое позволит вам снимать все, что угодно. Конечно, в яркий солнечный день он все равно будет диафрагму прикрывать, даже с выключенной вспышкой. Но, тем не менее, хотя бы в условиях такой средней освещенности вы сможете получать диафрагму 2.8 или близкую к ней. Все равно это полный кадр, полный пленочный кадр, который может быть недоступен некоторым из моих зрителей на данный момент. Но такого плана мыльничка стоит от 3 до 15 тысяч рублей. Не конкретно эта модель, это чуть подороже, но что-то подобное можно найти на барахолках, на развалах, а может быть у себя в серванте или в родительском серванте. Вставить батарейку, зарядить пленочку и пойти снимать. Про саму камеру я вам рассказал, но какие же творческие возможности у нас остаются, ну кроме того, что мы можем хоть как-то влиять на диафрагму. Самый главный творческий ход, который мы можем применить, это выбрать правильную пленку. И тем самым мы будем приближаться к киношности. По крайней мере, вы сможете получить безумно красивое пленочное зерно, а также уникальную цветопередачу, которую на компьютере можно пытаться повторить различными презентами, но тем не менее, здесь вам ничего этого делать не надо. Вам достаточно нажать на кнопку спуска, выстроив перед этим классный кадр, а потом, естественно, отнести пленочку в проявку, ну и по желанию в сканирование или сразу же печать. И вы получаете классные цвета. И я, конечно же, не устану повторять, что эта камера может находиться всегда рядом с вами, так же, как и мобильный телефон. Но мобильник, к сожалению, не даст тех возможностей, которые позволят реализовать пленочное беззеркалочка. Да, зеркала здесь нет, это такой дальномерный фотоаппарат, если продолжать говорить про него. Естественно, фотографируя, смотря вот в этот маленький глазочек, вы не видите изображение непосредственно через объектив, потому что нет системы зеркал, это дальномерный фотоаппарат, то есть глазочек находится вот здесь вот рядом, через который вы наблюдаете картинку. Поэтому, возможно, небольшие промахи, если вы снимаете объект на близком расстоянии, но, как правило, если расстояние от метра и дальше, то никаких проблем с положением объекта в кадре не будет, и, соответственно, изображением на пленке, на итоговой картинке. Поэтому всем рекомендую обзавестись мыльничкой подобного уровня и экспериментировать с пленками. Вы можете выбирать различную зернистость путем подбора разных пленок с различным ISO. Вы можете играть в цветопередачи, выбирая кодек Fujifilm, либо других производителей, снимать полноценное, настоящее ЧБ, используя галоген серебряные черно-белые пленки с классической системой проявки. Ну, либо же пленки черно-белые также, но с системой проявки C41. Поправьте, если я что-то неправильно говорю. Ну, по-моему, это примерно так. Таким образом, это классный творческий инструмент, который позволит вам иметь его всегда с собой, пробовать, экспериментировать, фотографировать на каждом шагу и развивать свое видение. Самое главное – видение. Видение кадра. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, снимаете ли вы на пленку, или вообще фотографируете ли вы. Мне будет очень интересно с вами по этому поводу дискутировать. Может быть, обсудить какие-то пленки, какие-то фотолаборатории, с помощью которых вы проявляете, либо делаете вы это дома. В общем, поле для комментариев огромное. Если вам интересно продолжение пленочной тематики, я готов вам рассказать еще про несколько пленочных камер, которые есть у меня в загашнике. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в новом ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok